Эту проблему я предлагаю обойти следующим образом. Обойти или решить. У нас есть положительная закономерность, гипотетические, и дополнительная отрезательная закономерность. Очевидно, они противоположны друг другу. С другой стороны, объекты, которые сейчас находятся в этой четверти диаграммы минус и минус, они выражают ту же закономерность массе своей, что и объекты, находящиеся в четверти плюс-плюс, в первой четверти. Таким образом, следует отобразить зеркально объекты отсюда, сюда. В свою очередь, объекты, которые находятся в этих четвертях, они выражают отрицательную закономерность. И в этом смысле они абсолютно противоположны объектам, находящимся в первой четверти и в третьей четверти. Следовательно, эти объекты, выражающие отрицательную закономерность, надо наоборот разместить на противоположной стороне, с точки зрения косинуса, в противоположной стороне, в противоположной четверти относительно объекта, выражающих положительную закономерность. Итак, объекты из третьей четверти уйдут в первую четверть, объекты из этих двух четвертей уйдут в третью четверть, чтобы косинус воспринимал их как абсолютно противоположные. Может возникнуть сомнение, а не оказываем ли мы тем самым влияние на кластеризацию, субъективное влияние, не вносим ли мы, вносим. И чтобы его скомпенсировать, дальше будут вспомогательные шаги для проверки полученной модели на своего рода устойчивость и обоснованность. Нужные отображения зеркальные и перенос я осуществляю при помощи следующей команды в синтакс. Двойное условие на исходных переменных и создание новых переменных либо непосредственным отображением, тождественно, либо с минусом. Этот синтакс приложен на сайте.